Сделать репост и выиграть однокомнатную квартиру. Этот розыгрыш в интернете собрал сотни участников. Неудивительно, организаторы обещали жилье в новом доме площадью почти 50 квадратных метров. Компанию застройщика прорекламировали на совесть, расписали в красках. Удобная планировка, охраняемый двор, близость к торговым центрам. Однако сотрудников фирмы, чьей квартирой обещали щедро одарить победителя информацией об акции искренне удивило. Это мошенничество какое-то. Застройщик никакие розыгрыши не проводит. Нас никто не ставил в известность. Мы случайно так же узнали, нам позвонили люди и сказали, вот вы разыгрываете, мы стали искать и нашли. Это неправда, мы не разыгрываем никакие квартиры однокомнатные. Организаторы акции сообщили, имя счастливчика назовут 3 сентября в прямом эфире нашего канала. В действительности телекомпания «Самара ГИС» никакого отношения к этому розыгрышу не имеет. Когда компания, которая старается вести открытую, честную информационную политику, открытую, честную политику экономическую, втягивается в какие-то мошеннические действия против своей воли, это, конечно, досадно. С другой стороны, но во всем плохом есть, наверное, элементы хорошего. Знаете, раз нашим именем пользуются, значит, мы популярны. На вопрос, на каком основании в розыгрыше фигурирует название нашей телекомпании, организаторы заявили, произошла глобальная ошибка. Акция, мол, должна была пройти в другом городе, а на канал «Самара ГИС» указал заказчик розыгрыша. Вопрос, как можно было перепутать города и кто этот самый заказчик, остался без ответа. Эксперты уверены, якобы безобидная акция в соцсети только вершина айсберга. Те, кто попался на крючок, вполне могли стать жертвами мошенников. Всякое мошенничество строится поэтапно, как говорила Стаббендер. То есть, скажем, первые шаги и вторые люди должны расположить к себе потерпевших потенциальных, показать, что все спокойно, все нормально, а потом следующее требование будет деньги, 100%. Но обычно так строятся финансовые пирамиды, когда объявляют различные конкурсы, но для получения конкурса обычно говорят, пришлите нам 2000 рублей, либо 5000 рублей, мы выплатим вам комиссионные сборы и так далее. То есть это за такие дела уголовные были уже в Тольятти. После того, как организаторам акции посыпались вопросы, объявления о розыгрыше удалили. Вскоре с просторов интернета исчезло и само сообщество. Чтобы наши телезрители не пострадали от рук мошенников, сообщаем. Вся информация об акциях, которые проводит телеканал «Самары ГИС», всегда размещается на нашем сайте и в официальных группах в соцсетях. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Дмитрий Мешканцов. События.